Да-да-да, мы только этого и хотим А не продастся, сказал А не продастся Мы чай в вышлем в Японии В НИПОНДЕ Я куплю Он сказал Спасибо Участники семинаров Разделные Сначала В НИПОНДЕ В НИПОНДЕ Сначала Сейчас он будет определять Этот треугольник В какой Дороги сейчас нам все подвезут И мы вам Дорогу Геологический Какие его фрагменты Давай, выключи Да, у меня все Все Сервис Сервис Это все китайский, да, бамбук? Это все китайский, да, бамбук? Это все китайский, да, бамбук? Да Ай 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 Может просто Даже проще Может вы поставите Как он Давайте Телегу еще оттолкаем Чтобы нужно было встать Можно? Да, надо толкать Спасибо Звучит 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 Так, я, подождите, встану. В Киоте, встану. 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 Видите, что центральный идёт вертикально вверх. Сейчас я встану, чтобы не было видно. Встану, чтобы не было видно. Встану. Встану. Все, которые вниз, нижний вот этот вот кусок мы срезаем все вверх идущие побеги. Уже даже деревневшие. Вот оставили. Встану. Когда много из одной точки слишком побегов, мы обычно оставляем три. Это слишком много. И мы смотрим, чтобы не было параллельно идущих. Верхние и нижние, чтобы не было параллельные. То есть, если есть параллельные, лучше, чтобы одну из них срезали. Нужно, чтобы они шли вот таким перекрёстком. То есть, опять же, не шли параллельно. Значит, нижний выход ветвей должен быть уже в другом направлении. Вот как с камнем было, да? Когда не идёшь на одну прямую линию. Так, 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 с ветвями. И, конечно, вот, только на одну, и, 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 нижняя как раз, вот ту, которую я показал. Значит, мы смотрим, какое направление будет, значит, чтобы не оттягивало вверх. Сейчас мы отрезали. Дальше, как пойдет направление, вот нам нужно, например, туда направление, значит, мы выбираем те ветки, которые идут именно в то направление, которое будет в будущем. Вот посмотрите, здесь на этой ветке вверх идет основной побег, да, то есть он будет поднимать ветку вверх. Мы называем эту идущую вверх веткой, татея. Вот так вот, мы ее убираем, чтобы вверх она не шла. И в основном, да, в основном все вверх идущие доминирующие побеги убираем. Нам самое главное, чтобы было в горизонтальной плоскости все сделано. Вот так вот, что мы отрезали вверх идущие ветки, а также отрезали, в общем-то, доминирующие. Теперь все есть сок, все силы дерева будут направлены на те оставшиеся. И они начнут быстрее расти и больше развиваться. В первое, у сосны всегда есть вот эти вот доминирующие, идущие вверх побеги. От них мы очень часто, практически всегда избавляемся Теперь давайте посмотрим Вот у нас есть такая полупараллельная, полуподнимающаяся ветка Мы ее называем возвращающая ветка То есть которая будет туда расти Ее тоже обязательно убираем Теперь у нас есть та, которая висящая ветка Мы ее тоже не любим Так, ее тоже надо срезать Вот смотрите, достаточно сильная ветка Ее сила идет вверх Но мне кажется, что здесь нужно вот эту часть сделать доминирующей Вот видите, мне хочется ту сторону сделать доминирующей, поэтому вот эта, которая лезла вверх, я ее безжалостно отрезал Ну, смотрите, опять сильная ветка, которая очень серьезно пошла вверх вертикально Плюс там еще внизу есть расширение еще ветки То есть при дальнейшем росте там будет пересечение И даже друг на друга они будут соприкасаться Они ударятся друг с другом Можно я отрежу-то? Я ее вообще ликвидировать хочу Ну вот все, ее нет Хочу, чтобы вот эти вот две ветки вы сейчас на них пристально посмотрели Я с ними сейчас буду четко разбираться Посмотрите, здесь из одной точки идет очень много побегов, веток От них нам надо точно избавиться Вот, не нужны И даже при вот таком слишком много Это тоже нам не надо Теперь смотрим общий баланс Нам нужно от каких-то избавиться Но сейчас мы это не сразу, пока просматриваем Пету я убрал Нам нужно, чтобы это были вот эти слои То есть верхний горизонтальный слой Потом средний горизонтальный слой И чтобы они доминировали, вот когда мы на них это смотрим Сейчас мы пытаемся это сделать Чтобы четко было видно, вот каждый из... Ну как лестница, да? Каждый ярус очень хорошо, да Вот тогда мы говорили о монкабуре Это о сосне, которая нависает над воротами или над крышей Вот, если бы нам нужна была такая сосна Вот я вам покажу, какую ветку бы я тогда оставила Я бы оставила вот эту ветку Вот эта ветка потом бы пошла нам на... То, что будет нависать над воротами На этого яруса Ну, вы, наверное, удивились, что я такую низкую ветку выбрал Но дело в том, что это молодое дерево Оно очень быстро будет расти И как раз, когда мы сформировали бы вот здесь Эту нависающую над воротами крону То как раз она к этому времени до высоты ворот и выросла А там дальше поддерживающий момент У нас есть еще такая вот... Нагаси называется... Нагаси это поток То есть это форма, когда вот как бы идет в потоке туда куда-то уплывающая форма Это используется также и в бонсае Нагаси называется Да, сейчас я вот это вот попробую сделать Вот обратите внимание, может быть я так быстро 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 все делаю Но это называется медленно Дело в том, что вот как вы видели Очень быстро были разложены камни лицом Да, вот сейчас Вот точно так же обычно мы принимаем решение То есть решение уже идет раньше нас То есть вот объяснять мне в данный момент трудно Я прям вижу, что надо делать Раз-раз я обрезал В общем, вот это именно тот навык, который мы приобретаем с течением лет То есть мы принимаем очень быстрое решение Очень важно для нас, для всех, нижние ветки Но тем не менее, если уж совсем они низкие Мы их тоже можем обрезать Можно я обрежу? Да, конечно Может делать что-то Надо, думаю Знаешь, если не продастся, присылайте Сосну присылайте, Митя Они не могли себе снять Я не могу верить Законки и убрать И остав internacional Это выездки для меня Потому что лучше То есть вот эту Сейчас Ну, у вас, пожалуйста, сейчас Вот, могу вам сказать Ножелать Ножелать Мон-кабури Он Ну, В принципе, с этим Эдом Мон-кабури Мон-кабури Эдом Ножелать В принципе Мон-кабури С positive Сим Сим Получилось Сосна остается расти вверх, а эта часть идет над воротами, то есть срезать он бы не стал. Но если монкабури не было, то срезать он бы не стал. Но я здесь не делаю, я просто рассказала, что эта бы ветка была основной, если бы мы делали монкабури, то есть то, которое нависающее. Сейчас мы вот делаем форму нагаси, потока. Вот, что мы сейчас говорили. Сейчас мы идем к тому треугольнику, о котором мы вчера говорили. Моу, Нина-сан-ва, мотту меру юне и Масё. Сейчас еще раз, чтобы все увидели этот треугольник. Вверх у нас сити, здесь у нас пятерка, то есть там небеса, здесь земля и здесь у нас человек. То есть вот эта плоскость треугольника все увидели, да? Во всяком случае, четко определены ветки человек, земля, небо. И вот из этих трех веток составьте себе треугольник. Треугольник еще раз, он может быть в любой плоскости. Вот теперь у нас, я, говорит, четко вижу этот треугольник, который создает основную гармоничную пропорцию. И теперь у нас эта ветка будет расти. Все видят, да? И вот представьте, что она растет, вот он взял, как будто вот это выросло уже. То есть это не отрезано, это вот выросло на следующий там год. И у нее, опять же, начинается то же самое. Обязательно отрезаются верхние, тянущие наверх сильные побеги. Вот так вот веточка, она вот на следующий год станет вот этой. Нам же нужно, чтобы она туда дальше, да, росла. Поэтому мы ее выбираем. А верхнюю срезаем. И так каждый раз. То есть каждый раз мы выбираем ту ветку, которая не является самой большой доминантой, но та, которая растет в ту сторону, которая нам нужна. Оставляя это все в горизонтальной плоскости. То есть вопрос горизонтальности очень важен. Вот так же делаем. Они тоже все растут. Вот сейчас представляете следующие года. То есть они растут, чуть-чуть подросли, и вы опять срезаете. Ну вот, а значит, как я говорил вчера, это май и июнь месяц, мы начинаем обрывать свежие побеги. Это делается у нас вручную, но сейчас не май, и не июль, и не Япония. Вот, поэтому здесь мы придется нам использовать секатор, но в принципе это делается вручную, отрывается часть. То есть, вот здесь мы находимся в Киоте. Вот так вот, вот здесь, вот, в 7 месяце, 15-20 месяцев. Значить, как только мы обломали, в общем, это не обрезали, а именно вручную обломали часть свежего побега, в мае-июне, к июлю оттуда опять вырос свежий побег, как мы говорили вчера. Один или несколько меньше, более слабых? Сорима, вот таксан демаска, но ценбуд, киттиру, то кронима демас, да? Да, кокония демаска. Соро дета мео, кондоа... И понва демаска, соримата, санпонтука. Санпон, моё хому демаска. Может быть, значит, из того места, которые оборвали руками, оттуда появится несколько побегов. Может быть, три, может быть, четыре. Их будет несколько. Только они позже... Не тот, который, как естественный, должен был с июня там идти. Тут он, значит, обрезан, и у него в июле, как бы, второй прирост. И вот, если вы хотите сказать, то, что в июле это, в июле, это детаме, в Непону, если вам не нужно, то, что вы хотите, то, что вы хотите, то, что вынули, то что вы хотите... то, что вы хотите, то что вы хотите. Ну, теперь, значит, вот здесь, сейчас, что вы видите, в ноябре в декабре месяце 6月 не дитаме и кайки тара 7-го чужого экономика вот мы срезали там в июне месяце в июле у нас здесь получилось там но 5 новых побегов из вот тех которые вывезли до из них надо оставить только 3 ну и те которые 3 остались мы их еще и прореживаем оставляя на каждом побеге по 10 хвоинок а то что полете кара уже были каком бег 20rays кроме да пахла трд в руках говорит о пыры для васvdj к danandok bnh обаково я был уже нашел и раб вроде а там г Я его sunlight в Candace репต Agua я я еще не raz het имя он хочет dan как на самом въём потратил назад он Дело в том, что вопрос очень хороший Зачем мы это делаем? На самом деле они все и так отпадут Потому что так и останется меньше Зимой опадают хвоинки Но мы это делаем искусственным способом Не дожидаясь, когда они зимой опадут Вот почему? Да потому что это сад Красивый сад И нам нельзя увидеть Готовившиеся к опаданию Желтые То есть мы оставляем только то, что останется силой у дерева У вас же тоже, наверное, что-то опадает Утиру только румоа, римаскетуды Сидэн тэки не учимас Да вот видно Дайтай щегацу не В июле В середину июня Арухитова року гатсу имас Арухитова шичи гатсу имас Арухитова хати гатсу имас Арухитова шичи гатсу имас Совсем другой цикл Совсем другой цикл Все-таки Арухитова Вот так вот прям скидываем. Даже вот когда обрываем руками, мы опять же убираем самую доминирующую. И вот таким образом, тесагё, да еще? Тесагё, тесагё. Каждую хвоинку руками, руками обрываем. Вот посмотрите, как красиво обрываем. Вот так вот, все это ручная работа, все руками. И чтобы это все было красиво. Вот так вот это красиво. Ну вот такую сосну вот так вот общипать полдня уходит. Вот вся вот эта вот работа по обрыванию вот этих вот доминирующих побегов, которые можно оборвать рукой, и уменьшение количества хвоинок, это все делается вручную. Один человек полдня на такую сосну. А где Юра? А когда накладывается бамбук? В какой момент бамбук накладывается, преформирующая? А, таке, бамбук? Таке, ну а то, да, кассату, курикает. Ну, все равно не, так, как раз, так. Так, 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 так. Ну, в общем, еще раз я хочу сказать, что мы стараемся, как меньше на меньше использовать распорок да и подпорок, Идя по той заданной форме, которая была первоначально в сосне, ее формируя таким образом, вытягивая ветку за счет того, что мы убираем верхние, нижние, сильные и так далее. Но если мы делаем подпорки, то это не зависит от сезона. То есть это можно сделать в любое время, когда это будет нужно и видно, что куда-то не туда пошла ветка. Я спросила, что уже на этом закончено, он говорит, да, в принципе закончены, но я лично увидела, что у нас вверх торчат еще какие-то. Он согласился. Сейчас верхушку. Значит, все-таки вот эти верхние тоже пойдут. Из этих нижних веток тоже пойдет обрезка. А то, что я хочу сказать. Аааа. Так что, ну, реально, я здесь очень хорошо понял, что я здесь, но я понял, что все-таки в зависимости от климата, от местности, разные формы обрезки практикуются. Практикуются, и это правильно. И в России действительно немножко другая форма обрезки. Я очень много нагляделся фотографий вот на такие сосны, сделанные таким образом. Для меня это было очень так неожиданно. Почему именно такую форму люди хотят? Вот, если бы мы вот там вот в толстой части. Извините, да. Это фтокоро, то есть вот начальные части, откуда выходит сосна, ветка. Мы очень важно относимся к тем веткам, которые находятся ближе к стволу. Ну, значит, сколько бы ни резать вот эти вот крайние ветки, это, в принципе, можно резать и резать. Ничего с ними страшного не будет, они все время будут восстанавливаться. В отличие от тех, которые там находятся. Вот их восстановить невозможно. Дальше сок поднимается всегда вверх, да. И значит, все вот идет туда, вверх. В общем-то, так дерево устроено, что вот он тащит соки вверх. Вот, но тем не менее мы, именно понимая это, что все заберет верхняя часть дерева, мы ее очень ослабляем и ее прореживаем. Ну, и все забирает вверх, да, вот получается. Поэтому здесь недостаток бывает соков, да. То есть очень трудно выживать как раз веткам, находящимся вот в этих боковых и близким к стволам, расположенных близко к стволу и в боковых ярусах. Таким образом, чтобы вода выжать немного, чтобы выжать наоборот, это не только дерево, но и там еще раз вверх. То есть очень у нас это все как-то функционально, я смотрю, получается. То есть, в общем, даже в ущерб может быть красоте. Нам нужно оттянуть соки от верхней части чуть-чуть сюда, чтобы им тоже доставался сок, особенно этим веткам. Поэтому у нас направлено на то, чтобы вот здесь, если они здесь оставлены, они будут на себя тянуть этот сок. То есть, в этом плане, значит, вверх пойдет чуть меньше. Соответственно, и рост, верхний рост, будет не столь интенсивным, при этом вот эти ветки остаются. То есть, для нас во время обрезки, с точки зрения вот этого вот распределения соков по всему дереву, очень важно оставить вот находящиеся вот в этом месте ветки. И вот опять же, вот этот вот климат, вопрос климата, у нас в Японии очень высокая влажность. Просто исключительно высокая влажность. Так что, в этом случае, в этом случае, в основном, чтобы сосна продувалась ветром, не оставалось ничего вот этой влажности, не оставалось, то есть вот это вот продувание, то есть ветром продувает, прохладно со сне. И второе, вот это основной принцип, соответственно, прореживание. Второй принцип, чтобы оставить вот эти вот ветки, которые будут забирать на себя сок. Вот мы сейчас дошли до того, что мы сейчас сделаем верхнюю часть. Вот так немножко, вот даже я бы и это срезал. Чем меньше туда идет соков, тем больше идет соков на нижние ярусы. А ярусы нам нужны, они дают толщину ствола. Ну вот, теперь потребление верхними ветками соков уменьшилось. Нечего, им там много так есть. Соответственно, сок-то все равно идет. Этот сок будет перераспределен между нижними ярусами. Вот, и эти нижние ярусы мы тоже будем расширять в длину. Во втором ярусе немного веток. Вот, и мама, вот в этом, да, ярусе? Да. Котерова, это ноказва, усугина и катера. А, это, ну, это, ну, это, ну, может быть, чуть-чуть больше, чем надо, но проблем для дерева не создается. А вот, вот это, ну, кокос, вот как вот, ну, науко-тоизнант такой вот такой вот, ну, науко-тоизнант, как сиона и так же, что не уехать. Ну, и ноказва, ну, это, ну, и этаказва, покажите, чтобы вот так вот dúс будет соков? Да. Но нам тут вообще, вот этот второй ярус очень важен, потому что мы же делаем вот этот вот, который будет, ну как, сосна-поток. Сознай поток, значит она у нас туда должна уплыть. Соответственно, нам нужно, чтобы здесь создавался поток. Поэтому именно в этом ярусе мы сейчас оставляем больше веток и мы их будем прибавлять вот с этой стороны. Вот именно с той, вот он трогал ветку, вот эта сторона будет прибавляться. А вот в третьем ярусе, вертикальный, вот эти, он заговорился, что кто-то вверх смотрит, все нужно убирать. Вот, правый, да? Да. Вот, вот, вот вы прям все уже видите, что я хочу. Ой, вот спасибо вам. Вот, 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 я парил. Цзимайс-то, да? Да. Да. Ну, в принципе, вы понимаете, что надо сделать, то есть, сейчас именно как показывает он, да? В принципе, вот очень рад, что вы видите уже, что бы надо было сделать дальше. Хай. У меня, у меня вопрос. Мы это увидели. А как он видит, она, на какой высоте нужно прекратить рост, да? Как это в дальнейшем сюда уйдет. То есть, какие размеры она займет, ну, скажем, через 10, через 15. Ну, 15 лет назад. Угу. 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 Ну, мы не знаем, какая здесь почта и как он будет расти, то есть, вот, затрудняется ответить какие-то цифры, но, если 15 лет он предполагает что она в три раза увеличится это нормально но если хозяину не хочется высокую сосну мы абсолютно не церемонимся и срезаем верх верхушки очень хорошо то есть прям вот режем верхушку и все и проблем нет то есть не даем расти если можно даст разрешение хозяин что она вырастет она вырастет в 3 раза а боковая крема кавая то есть до какой ядовала ему на бирю дешёк ну басу тоいうことですね ну бас пиро и ядово нагащи дешёвтоку маде на гаспорт Чего-то это надо связывать на этот тыс, чем у хозяина с владельцами, если у меня есть ли это, чем у тебя есть ли. Сознание вам доброго? Если у вас есть, то я должен был дук�� patch. Это все решается вместе с хозяином. Но я бы вот, он показал вот до этого места, через 10 лет хотел бы, чтобы вот эта ветка была. Ну и соответственно и вверх тоже. То есть момент того, что вот этот вот треугольник, он будет еще более резко видеть. Центр тяжести. Эта ветка очень сильно ваттись на той стороне, это очень сложно. Ну вот такого возраста там проблем не будет. Вы представьте, что очень увеличивается ствол, потому что, во первых соки там внизу еще остаются. Ствол достаточно быстро увеличивается. И на 10-15 лет, во всяком случае, вот эта вот идущая сюда ветка, она не будет никак влиять на устойчивость, так бы скажем, сосны. А при этом нижний ярус должен, вот самый нижний ярус, противовес должен набирать мощность? Извините. Вот нижний ярус, когда противовес должен мощность набирать? Это у нас пятерка, да? Помните? Если у нас только на одну ветку нацелились, она у нас там уплывающая сосна. Поэтому это вот здесь и останется, мы ее все время будем здесь поддерживать Она будет только утолщаться У нас нет симметрии в культуре, поэтому если мы будем и ту и другую тянуть ветки, то соответственно будет симметрия Нам нужна не симметрия, мы туда, чтобы этот поток был, она туда утекает, да, сосна Поэтому эту мы оставим здесь, она будет просто вот этой вот тройкой оставаться Ак-мадему, в основном, мы сделаем этот треугольник, в какой он плоскости там будет находиться, может плоскости будут меняться Но чтобы всегда оставалась баланс пропорции треугольника И внимание, вот, наверное, здесь очень важно, чтобы вы поняли, что этот треугольник, он будет меняться Вы понимаете, что у нас растет та ветка И именно она станет семеркой Скорее всего, тройкой станет вверх, потому что, если мы его не будем поднимать, а пятеркой будет эта То есть вопрос в том, что при формировании потепенно мы видим, куда смещается, как смещается треугольник Главное, чтобы пропорция осталась, потому что это пропорция гармоничного взгляда на дерево У нас по времени, да, вот сейчас мы нормально вписались Давайте вопросы все зададут, чтобы неразобранных вопросов не было, и можем, в принципе, закруглять Да, про верхушку, ну как она срезается вообще, как ограничивается рост Какой она маска должна, то есть это как, потому что все равно она разветвленная какая-то Когда распространение на четвертый метал, этого будет стороны Итак, потратнёмا, как можно поднимать его до конца Да, из- 35,chsA, этим절ьiackeys Так в общем, вот так感じ Это возможно всё святое Неразобранное оказывается, если вы не хотите больше建ries на натик рута кондо а бакаре макурина сон доме дейки вас варе тут но сону то тех кто его звук науколами димитей марисо таки на катаке на ты и москва сону дико на скорей утром пока вот сделано на то что она должна туда вверх расти то есть на данный момент мы же говорили что в три раза увеличится то есть соответственно мы пока оставляли вот это вот вверх доминанту вот она там росла росла и на наш взгляд вот этот вот идеальный идеальная пропорция она уже достигла этой идеальной пропорции если она вырастет еще дальше наша идеальная пропорция теряется но тут нам ничего не остается сделать как доминанту как раз срезать значит смотрите где будет вот этот баланс самую центральную как раз срезали нашли ту которая самая из них на ваш взгляд потом будет идти но она не должна быть совсем горизонтальный не совсем вертикальный вот так вот уже видите как верхушка получилась коррекция теперь до теряна и дала но беру ее не на рима скам вот так как мы агрессивно срезали верх у этой до видели соответственно вот сделаем так ну при дальнейшем срезание что не вот верх пойдет а пойдет вот эта ветка по темпу ее будем формировать как верхнюю то есть вот все зависит от того как видит сосну мастер но срезать можно в общем достаточно много да ある程度その年数が経ってくると木というのももう 成長自分であの頭を抑えていくと自分であの止めていくんですよ 今度は逆に それで今度はもうこの辺の枝に養分が行くようになる でここはあの毎年毎年頭を抑えていって で枝数を少なくしていってそれでなおかつこの形のいいように 剪定していくそうすると全体のバランスが取れていく значит как только начинается агрессивное срезание вот этих вот веток дерево это понимает оно перестает подавать в общем соки вот в эту основную и выбирает какую-то другую ветку которая вроде как нетронутой и туда скидывается ну в плане выживания да туда начинают идти соки соответственно другая ветка начинает больше расти а это остается на том же уровне но чтобы об этом дерево не забывало ей каждый год вверх вот так вот подрезают но чтобы все-таки там оставалось не просто палка торчала вот с такими ветками でもでもねこれは言うときますあくまでもこれは我々 あの京都日本の作り方やからこれはロシアでは多分 ついをしないと思う опять же я хочу отметить что это именно киатотский вид обрезания деревьев вот даже не японский вот целиком и я именно представляю киатотскую школу вот и насколько это интересно и именно физиологически для дерева возможно в вашем климате это уже решать вам в общем я так очень скептически к этому форме относился даже какой-то это для меня была загадка и вот наконец я понял почему и я именно это понял и принял то есть я считаю что это правильно да то есть вот для каждого этого но вот сегодня я вам показал так как срезают у нас киото скажите пожалуйста применяют ли вот садовок ну то есть в ниваке да как в бонсай специальное оголение раны стволов сухобочины что получались и так далее именно никогда не есть а вот на животе но кону бонсай нара и рыно ки дзо цукет тарито кава о хадзусь тари ссору ту котаですけど сону боюсь и ниваки на раз но я рука дока нет нет не делаю я киев вон на потушке в фонда киевая а вот в киеве в киеве в киеве в киеве